Я считаю себя человеком стройнеющим, притом я занимаюсь этим активно всю свою жизнь. Диет в жизни было перепробовано масса. Это были белковые диеты, это были подсчеты калорий, это были даже такие экстремальные ситуации, когда приходилось кодироваться от лишнего веса. Сейчас я выбрала сыроедение, потому что там мало запретов, потому что это удобно, это можно все купить, сразу скушать, это не требуется дополнительных затрат времени на обработку пищи. Сегодня многие выключают плиты и обращаются к диете из сырых продуктов, постигая искусство не кулинарии, и пользуются такое меню большой популярностью. С нашей героиней Натальей будем сегодня грызть морковь и яблоки, сырые, конечно, и под шумок разбираться. Где же все-таки заканчиваются мифы и начинается реальность? Не с целью похудеть, с целью оздоровиться решила Наталья оставить в покое плиту и напрочь забыть об отварных и жареных продуктах. Скоро лето, выглядеть надо отменно, но при этом не мертвецки бледны и измучены всевозможными диетами. Исходя из убеждений, что сырые продукты намного полезнее термически обработанных, решила она временно, ничего слаще морковки не есть. Один из трех конституциональных типов – это пита. Это люди, имеющие очень такой огненный характер и, соответственно, очень хорошее пищеварение. Даже когда приходит такой пациент, его очень легко узнать, когда он отвечает на некоторые вопросы. Например, его спрашивают, как вы переносите голод? Он говорит, да не могу, да вообще всех готов съесть. Как вы, можете ли вы отказаться от обеда? Никогда. И вот этот тип конституции, он как раз и годится для сыроедения. Потому что эти люди имеют избыток энергии. У них много пищеварительного огня. В недостатке энергии и огня Наталью, конечно, обвинить нельзя. То, что нужно сделать сегодня, у нее никогда не останется на завтра. Да и с пищеварением вроде все нормально. Поэтому можно пробовать. А теперь главный вопрос – что есть? Многие считают, что от мяса, рыбы и яиц надо отказаться. Нет, не все сыроеды – вегетарианцы. Если чувствуете, что жить не можете без этих продуктов, смело включайте их в свой рацион. Всеядным сыроедам, а именно так вы отныне будете называться, можно побаловать себя скумбрией соленой или балуком сырокопченым. При выборе мясных продуктов необходимо быть осторожными, потому что все-таки они могут содержать болезнетворные бактерии, которые погибают только при термообработке. Условия должны быть обязательно. Продукты должны быть сушеные, либо сырые, либо вяленые. Грибы очень вкусные, свежие. Но не все подходят для употребления в сыром виде. Лучше остановиться на вешенках или шампиньонах. Фрукты, овощи попадают на стол сырыми или сушеными. Злаки лучше есть пророщенные. В них и белка больше, и усваиваются они лучше. Понятное дело, что обычная обжаренная гречка, которая продается в любом супермаркете, для этого дела не подойдет. Нужна зеленая. Продукт должен быть живой. Только тогда, по мнению отъявленных сыроедов, он может принести реальную пользу организму. Чтобы прорастить стакан такой гречки, понадобится дня три, не больше. Проростки должны быть не более пяти сантиметров. Так полезнее. Потом можно убирать в холодильник и есть. В любом случае вы будете в течение дня употреблять различные овощи и фрукты, даже если не касаться мяса. Нехватки калорий не будет в организме, по той простой причине, что организм на переваривание уже требует меньше энергии, меньше затрат энергетических. Потому что расщепление свежих продуктов, оно происходит намного быстрее и проще, нежели расщепление жареной тяжелой пищи. Некоторые сыроеды выбирают монотрофный вариант диеты. И, например, пьют одни соки. Свежевыжатые, естественно. Именно в этом их главная ошибка. Свежевыжатые соки полезны для вас только в том случае, если тот жмых, который остался в соковыжималке, вы отправляете обратно в стакан и пьете. Потому что, по сути, сок без жмыха – это только фруктоза, которая попадает к вам и, опять же, имеет очень высокий гликемический отклик. А жмых – это клетчатка. И без клетчатки, ну, получается, что никакого полезного отклика наш организм не имеет. Возьмем два стакана. Оба, понятное дело, нуждаются в чистке. В один и в другой нальем немного воды. Первый просто ополоснем, второй почистим щеткой. Разница видна сразу, тоже происходит и в нашем организме. Аналогичную чистку осуществляет клетчатка. Попадая по назначению, она не переваривается. Она, как спецагент, отправляется в кишечник, чтобы выполнить свою миссию и освободить человеческий организм от шлаков и токсинов. Сначала за дело берется клетчатка растворимая. Ее цель – задержать и впитать все вредные вещества. Задача нерастворимой – вывести их из организма. Без работы этих агентов жизнь человека неминуемо окажется в зоне риска. Еще каких-то пять лет назад вегетарианцы сомневались в том, что у них получится нарастить мышечную массу. Сейчас все больше людей подтверждают тот факт, что и без мяса вполне можно тренироваться и даже иметь рельефную фигуру. Сырое природное топливо подходит для этого дела ничуть не хуже. Сыроеды всеядные бывают. Это люди, которые не ограничены при выборе продуктов. Сыроеды-вегетарианцы у них нет на столе мясных продуктов. У веганов на столе вы не увидите молока, сыра, яиц. А фрукторианцы питаются исключительно фруктами и ягодами. Сыроедение и вегетарианское сыроедение – не повод для отказа от спорта. На начальном этапе, когда происходит изменение рациона, действительно чувствуется упадок сил, снижение выносливости. Но в процессе привыкания к новому типу питания физические показатели явно восстановятся. Это раньше написали про знаменитых бодибилдеров-сыроедов. А сейчас они ведут блоги, рассказывают, как избавиться от лишних килограммов и обзавестись прекрасной фигурой. Ну да, после столь продолжительной интенсивной тренировки похудеть, конечно же, можно. Человек с весом до 100 килограммов за одно такое занятие скинет 2, а то и 3 килограмма. Но ведь в этом виде спорта главное не вес. Бокс относится к сложнокоррекционным видам спорта. Здесь идет вырабатывание агрессии правильной, которую нельзя применять, как вы знаете, на улице где-то, в обществе где-то. Это та агрессия, которую ты должен научиться из себя вырабатывать, научиться, разумеется, тем техническим, тактическим, физическим приемам. Появляется психологическая уверенность. А выход на ринг, кстати говоря, вполне компенсирует нехватку энергии завоевателя, которая просто необходима человеку даже в повседневной жизни. А теперь ценный совет от мастера спорта Алексея Емельянова. Какую бы диету вы не выбрали, каких бы продуктов себя не лишили, никогда не отказывайтесь от соли, особенно если в ваши планы входит посещение спортивного зала. На вопрос «почему?» ответить поможет следующий опыт. Возьмем яблоко, разрежем его, одну половину приправим солью, другую оставим как есть. Через сутки смотрим. Первая ничуть не потемнела и даже пустила сок, вторая подсохла и сморщилась. Яблоко, конечно, не человеческий организм, но точно так же соль способна поддерживать правильный энергетический обмен внутри клеток. Еще один спецагент, без которого жизнь просто остановится, это соль, которая начинает работать сразу, едва только попадает на язык. Она моментально активизирует слюноотделение, выработку желчи и поджелудочного сока. Таким образом, пища лучше перерабатывается и усваивается. Натрий отвечает за усвоение углеводов, хлор – за переваривание белков. Соль регулирует циркуляцию жидкостей в организме, ответственно за разжижение крови и лимфы, а также за выведение углекислого газа. Ну что ж, совсем скоро сыроедческая диета подвергнется новому, самому главному испытанию. Сохраним интригу, а пока отправимся танцевать. Кстати, знаете ли вы, что за полтора часа занятий даже непрофессиональный танцор наматывает не менее 15 километров? Так что этот изящный вид спорта – отличный способ избавиться от лишних килограммов и сделать мышцы крепкими и подтянутыми. И если, например, езда на велосипеде перегружают суставы и связки, бег противопоказан людям с заболеваниями сердца, а аэробика – гипертоникам, то танцы вне всех запретов. За такое интенсивное занятие мы сжигаем около тысячи калорий, прорабатываем группу мышц, икроножную, мышцы бедра, плечевого пояса. Ну, после таких занятий хоть на конкурс красоты. Собственно, туда мы сейчас и отправляемся. В этом-то и была интрига. А вот и наша героиня. Подготовка к конкурсу для меня стала вообще намного феноменальней, наверное, чем сам будет конкурс. Внутри происходит просто вулкан положительных эмоций. Волнение ушло, все хорошо. Да уж, конкурс красоты – испытание, выдержать которое смогут не все. И те, кто думает, что к моделям плюс-сайз требования не особенно строгие, глубоко заблуждаются. Им тоже нужно иметь красивую фигуру, прямую осанку, уверенную походку и уметь, не задумываясь, отвечать на каверзные вопросы судей. Для такого подвига девушкам понадобится и мужество, и самообладание, и непоколебимая уверенность в себе. Вот где пригодились занятия боксом. Здесь, как на ринге, отступать некуда. Самое сложное – преодолеть себя, поверить в себя, понять, что ты красива, что ты достойна, выйти на сцену, выйти на подиум, показать свою красоту всем и гордо ее нести. Переступить через свои комплексы, через свои какие-то блоки. И вот, пожалуй, самый очаровательный опыт за все существование нашей программы «Человек худеющий». Мы возьмем две белых розы. Одну поставим в воду с зеленым красителем, другую – в обычную чистую воду. Оставим их на 10 часов. И что видим? Один из бутонов окрасился. Наверное, недаром говорят «Я то, что я ем». За веру в себя отвечает всего лишь 7 гормонов. От них зависит не только физическое, но и эмоциональное состояние человека. Так, за настроение отвечает серотонин, за удовольствие – дофамин, стресс снимает адреналин, в качестве успокоительного выступают эндорфины, позволяет влюбиться фенилотиламин, учит доверять окситоцин, а по-настоящему ощутить радость победы позволяет тестостерон. И если все в норме, вера в себя и изменения к лучшему вам обеспечены. Участие в конкурсе красоты – это уже маленькая победа над собой. Это ни в коем случае не пропаганда лишнего веса. Это демонстрация, что девушки размера плюс-сайд сделают все то же самое, что делают девушки худые. Они наслаждаются жизнью, они счастливы сегодня, а не тогда, когда похудеют. Они красят губы яркой помадой, они наряжаются в красный яркий цвет, они носят шпильку. Диета – дело хорошее, если следовать ей с умом. Но кто в последний раз задумывался о том, что она нужна не только для того, чтобы поправить здоровье или похудеть. Помочь человеку поверить в себя – вот одно из главных ее назначений. Жизнь не сводится к одной лишь борьбе с лишним весом. Прекрасным мгновением можно радоваться как во время похудения, так и после, когда цель достигнута. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова